Великомученик Георгий Победоносец издавна почитается на Руси как покровитель земледелия, пастухов и, конечно же, воинов. Храм в его честь в поселке Измайлово Барышевского района был освящен епископом Филаретом осенью 2013 года. До этого в этом селении никогда не было нормальной большой церкви. Для владыки Филарета стены этого храма можно сказать родные, ведь Георгиевскую церковь построили на основе сруба старого храма Жадовского монастыря. Именно в этих стенах еще в конце прошлого столетия будущий владыка совершил свою первую литургию в качестве священника. Теперь практически ежегодно служат здесь на день поминовения великомученика Георгия Победоносца. В этом году походотайство владыки Филарета, клирик второго благочиния епархии, настоятель трех приходов Индинского района, иерей Евгений Ральгейзер был удостоен награды. ...правом в ношении золотого наперсного креста. Аксиос! Великомученик Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых в православии. Он принял мученическую смерть от рук язычников в 303 году, так и не предав христианской веры. Его образ помещен на герб столицы нашей Родины – города Москва. А также в его честь еще Екатерина II ввела в обращении черно-желтую ленту, как символ Победы. Поэтому в день его памяти с сугубой молитвой в храмах возносится Георгию Победоносцу. Святый Великомученик Георгий Победоносец Всех поздравляю с праздником, с вашим престолом. Сегодня память святого Великомученика Георгия Победоносца, потому что он действительно всегда приносил победы, в том числе и нашему воинству. Хочу сказать, что его молитвами совершались многие чудеса. К нему обращались во многих бедах. И поныне обращаются люди, и получают про силу. Также владыка вкратце рассказал историю святого и притч о чудесах, которые были им явлены. В завершении своей архипастерской речи Преосвященный Филарет пожелал измайловцам быть крепкими и брать пример с Георгием Победоносца. А главное помогать в служении своему батюшке Ирею Евгению Мельцаеву. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для Уллправда.ТВ